всем доброе при доброе утро из вкусного полезного прованса я здесь готовлю себе завтрак накормила мужчин они уже пошли кто на работу кто на учебу у владислава сегодня спорт а я себе готовлю завтрак вчера заезжали в магазин лидл и там я увидела саму суваж то есть семгу дикую замечательную вот смотрите кита и самое главное что дико 240 грамм цена была хорошая 8 чем-то евро замечательно так что рыбку у нас любят владислав вот такую тоже рыбу любит 123 калорий на 100 грамм я сейчас стараюсь покупать только для себя приготовлю завтрак завтрак будет как всегда сегодня мне захотелось одно яйцо не два и авокадо я уже выпила кефирчик из козьего молока расскажу вам как правильно пить кефир на канале худеем по-французски селена франц так что всем замечательного дня красота поджаривала на кокосовом масле топленое с кокосовым сразу и обожаю это масло добавлять в кофе очень вкусно сейчас посмотрела ваши комментарии на канале экономная сибирячка во франции когда александр рассказывал про шампанское и про вино и там были вопросы лена покажи бутылку вина как определить что вино настоящее или не настоящим мои дорогие я наверно попрошу александра чтобы он когда у него будет время взял бутылку и вам все рассказал какая должна быть этикетка и меня там попросили много всего показать в принципе я могу это сделать и сама но попробую попросить александром вам будет интересней чтобы рассказывал француз и он вам все расскажет и покажет а чем я занимаюсь ну как всегда в моем клубе пп сибирячки и рассказывала про кефир записала вам видео про кефир как лучше его использовать чтобы получить полную пользу для вашей микробиоты кишечника видео выйдет скорее всего уже вышло на канале худеем по французски селена франц там сейчас очень много различной информации поэтому если еще кто-то не подписывайтесь подписывайтесь потому что здесь пройду но я показываю наши тарелочки это показываю уже меньше и меньше потому что все перенесла на канал худеем по-французски селена франц хотела вам показать кефир который рассказывал вот во франции есть различные виды кефира есть кефир из фруктов есть кефир из даже из цветов различных например я очень люблю смородину с тимьяном люблю и бискусы с чем-то ну у них там очень разные разные варианты когда заходишь в биомах один магазин там целые полки или там написано кефир или там написано камбуча и есть конечно молочный кефир из козьего овечьего и обычного молока вот про кефир я вам все все рассказала поэтому кому интересно подписывайтесь я же вам знаете что не показала белье сушится ну ничего страшно подарок от даниэль смотрите какая красота она заезжала и привезла нам вот такой вот такую клубнику александр говорит у нас такие палисад такой плохой что подвешить ее скорее всего не придется но не знаю может быть найдем какой-то способ потому что когда ветер все это качается и скорее всего клубника не удержится не знаю так что мы здесь на пасху с клубникой я говорю она говорит я заезжала ко всем детям каждому из них привезла вот такой подарок такая даниэль и еще конечно же сладости в этот раз даниэль не покупала но зато купила фрукты различные она обожает вот эти яблоки маленькие похожие на ранетки я заезжала магазин и взяла тоже 7 яблок вот такая у нас на ней смотрите какое у нас красивое сегодня небо и 20 градусов александр пришел с работы игры там уже скоро 31 градус передали сика боже мы сможем александра целых три выходных а сегодня мы занимаемся домашними делами как всегда вот кое-что нужно подкупить как всегда завтра у меня парикмахерская немного обновиться а послезавтра у александр выходной но он уезжает а вендриди си куа шэрю а вендриди си куа шэрю а веще ли конференц веще ли конференц веще веще Для лицея, для молодых, которые уже заканчивают лицей, молодежь, бак у них, и там что-то с ЮНИСКО связано будет. И вот он будет рассказывать про археологию, про чернокопателей, давать им лекцию в свой свободный день. Такой у нас Алекс. Так что, в принципе, три выходных, но будет два выходных. Но он этим любит заниматься. Когда любишь свое дело, то и выходные не нужны. О, солнышко. Так что, нужно в эти дни все сделать, чтобы Алекс потом помогал другим. Заехали в магазин, сделали небольшую закупочку молочных продуктов и не только. Сейчас я вам покажу, что купили. Я вообще заезжала за своим любимым кефиром из козьего и овечьего молока. Цены не знаю, называть или не называть. Наверное, буду называть. Все почти взяли от нашей любимой марки Габарит, про который я вам рассказывала. Только вот купили масло другой марки и захотелось мне попробовать вот это кимчи. Первый раз я ее увидела. Стоят на свежих полках. И мой любимый ферментированный йогурт из кокоса. Давайте буду называть цены тогда. Масло 250 грамм стоит 3,29. Сразу же говорю, что цены подороже, чем в магазине, потому что это органика. Органика. Затем кокосовый йогурт. Здесь по сколько грамм? 500, наверное. Сейчас не вижу сколько грамм. 400. 400 грамм стоит 3,99, но почти 4 евро. Кефир пол-литра стоит 3,65. Затем Владислав заказал его любимый флян тоже от Габарит. 2,45. Взяли Александру на пробу. Я не сделала шоколадный десерт. Вот ему взяли на пробу. А сколько он стоит? Сейчас я посмотрю. Что-то у меня... 2,79 тоже от Габарит. 2 баночки. И кимчи стоит 4,34. Вот такая небольшая. И да, творог. Мягкий творог. Фромаж бляун. От Габарит стоит тоже ищу. Сколько он у нас стоит? 3,35. Вот такая закупка почти на 30 евро. Вот это все. Не знаю, но это супер. Классные, самые лучшие молочные продукты. Во Франции. После обида машина стояла на солнце. И вот сейчас начала температура спускаться. Показывала 30 градусов. Представляете? Сейчас 29. Фух. Лифи, сон, да, в Дебарде. Девчонки в Дебарде. В маечках. Все в футболочках, в шортах. А дома холодно. Дома холодно. Алекс вон куртку одел. Ба-я, чё, да, двося. Давай. Что дейфо прандры, лепюль. Ну, все. Сова. Дома холодно. А на улице теплота. Сейчас какое-то время будет такая погода. Не мою? А, он говорит, купальник взяла. Мы поехали погулять. Сегодня открыт наш парк. Поэтому мы пойдем погуляем на свежем воздухе. Там посидим на пляже. Самое наше любимое место. Вот так. Смотрите, какой красавец. Здесь сегодня плавает. Вау. Спит одним глазом. Показался и поплыл. Вода ушла отсюда. А то мы думали, пройдем мы здесь или не пройдемся, Александр. Но еще высокая стоит. Смотрите, вон французы уже все в шортах, кроме Александра. Ресторанчики, как всегда, закрыты, но французы взяли целую неделю отдыха. Лишь бы отдыхать, француза. Сейчас видели вообще женщину из региона Жюра, где мы жили. Она загорает. Александр говорит, но им всегда жарко. Мы в Жюра жили. Там холодильник такой. Вау, красота. Все цветет. Ширите вау. Ой, он вау парк? В парк, да? Ой, да как? Я говорю, мы в парк? Он говорит, да. Сматриваю платан. Он такой огромный. Сколько лет. Парк открыт. Кто-то лет. Детей столько сегодня же. В среду не учатся многие школы. И здесь в скейт-парке. Куча народу. Кто с родителями, кто без родителей. Раздеваемся. У меня часто... Опс. Велики. Услышали. Вы меня часто спрашиваете. А французы скандинавскими палочками ходят или нет? Вот впереди идут две французы. Но я не скажу, чтобы прям вот так камеру выключила ничайник. Я не скажу, чтобы так прям популярно было. ходят со скандинавскими палками, но не так уж много. Он проще. Вот так просто гуляют с рюкзаками. Или на великах. Слышите звук? Нет, это поезд. А перед этим было. Были звуки. Это лягушки поют. Там вот небольшое озеро. Там закрыто. А вон они они. По-французски парад. Тамаши парад. Без амура. А у них брачный сезон. О! Ничего себе. Как квакают. Когда влюблены. Расквакались, да? Влюбленные. Влюбленные, кричат. Влюбленные, кричат. Говорят, а лягушки точно. Говорят, а ты тоже? Вот так. Французский юмор. Ой, страшно. Говорят, а здесь грибов нет? Он говорит, сморчки должны быть. Сморчки во Франции стоят очень-очень дорого. И у нас знакомый говорит, ой, в этом году столько сморчков. А вы меня всегда спрашиваете, а клещи есть? Да, есть. Но они здесь какие-то не такие опасные. Хотя, кто знает, бывает и опасно. У меня вот знакомый укусил клещ. И у нее болезнь, как она называется, лима, кажется. Вот. Была у меня знакомая. Когда мы жили. Бжура. Надежда, если смотришь, привет тебе большой. У них просто дом там стоял. возле леса. И вот, плещ. Селитик, селит сезон летик. Да, вот. Вот. Боиси уси? Учиси. Увы, а уси не? Алик, зовут, в России, я говорю. В России и здесь тоже. Давай, смотрите, как красиво. Каждый раз ходишь по парку и что-нибудь новенькое найдешь. Смотри, все дороги белые. Это курица. 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 И еще урс, я могу спомнить. Ого-го-го. Ого-го. Он говорит, у нас они маленькие, как вши, а у вас большие в России, как зайцы. Вот. Аликс как что-нибудь выдумает, так выдумает. Но мы не можем там. Дождь шел. Там мокрая стоит. Дороги снежные. Как будто снег лежит. На самом деле пыльца. Вот если есть аллергия, конечно, такой сезон не очень приятный. Но сам шмыгать и кашлять. Сегодня заходила в биомагазин и они знают, что... Секор? Нет. О, пианез. Секи? Серпан. Серпан. Змея. Змея. Или... Или донжур? Эээ... Сек... И... Вот так вот. Я говорю, не приближайся лучше. Кулеобра? Она смотрела, опасные, а не опасные. Вот. Встретили змею. Дакуах. А как мы будем проходить теперь? Эээ... 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 Сейчас я вам приближу. Где она? Вот она. Ээээ... Кто-нибудь, наверное, бы сейчас как заорал и убежал. Димоны стоят, рассматривая. Ну, он рыгает и калькан в агюле и курит. Так что надо смотреть под ноль. Так как было влажно, дождь шел, они теперь на солнышке вылезли и греются. Пинец, да и розман, тебя видишь? Может, пою? Да, да. Я говорю, хорошо, что ты увидел, мы на нее наступить могли. Он говорит, а я смотрю, но он же археолог, вечно глаза в землю. Говорит, будем осторожны, а то может здесь крокодилы есть. Ага, дай акс. Крокодил, ты вёден кальсанс? Я вёд, да. Ты вёден кальсанс. Ага, я вёден кальсанс. Эдимонт, керриф. Ты вёден к пляжу? Да, да, я вёден кальсанс. Он говорит, пошей на пляж. А то тут смеи. Я здесь увидела в доме престарелых свои любимые цветы. Пионы, я обожаю пионы. Они, конечно, здесь за решеткой. Цветы за решеткой. Это на где розовый? Красивый. Куды розовый. Ну, точно, Олег скажет. Там он розовый. 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 А кустарники роз уже отсвели. Сейчас жара как начнётся, так и начнётся. В доме престарелых везде стулечки стоят, скорее всего. Отдыхали престарелые люди. И сейчас, не знаю, у них, наверное, гутет уже. Перекус. Мы нагулялись. Нашли свободную лавочку. И присели. Александр что-то жует. Киски-то мальши-шири. Я ем шоколад. Я ем шоколад. Ммм. Води. Чёрный шоколад у Лены всегда есть с собой. Я ем шоколад с собой. Я ем шоколад. Люди, которые гуляли возле нас, решили искупаться. Мужчина. Ой, сэмя, да, да. Женщина просто ходит по воде, а мужчина, наверное, будет искупаться, не знаю. Чёрный шоколад у Лены. Аль, да, да, да. Мужчина. Мужчина в Баркарасе. Чёрный шоколад. Говорит, я в конце апреля буду купаться. Отвечаю на вас вопрос, как выбрать правильно арахисовую пасту. Полезна ли арахисовая паста и может ли она вызвать воспаление? Во-первых, арахисовую пасту мы не едим каждый день, если хотим сбросить вес или хотим избавиться от воспаления. Арахисовая паста не подходит людям, которые на противовоспалительном питании, потому что арахисовая паста содержит в себе лектины и содержит в себе много омега-6. Для остальных, как выбираем арахисовую пасту? Выбираем 100% арахис, чтобы был всего один ингредиент. Вот пюре да каково, это арахисовая паста. Больше ничего не было. Можно быть добавлено соль. Ни в коем случае, чтобы не было добавлено никакого масла, ни подсолнечного, ни другого воспалительного масла. Как используем? Используем только на небольшое количество, одну-две чайные ложки, например, в творог или на перекус и био. Продолжение следует...